всем привет вы снова на канале red fox outdoor меня зовут илья кузнецов сегодня наша рубрика советы в которой мы поговорим о выборе альпинистских ботинок прежде чем начнем мы будем рады если вы подпишитесь на канал и включите колокольчик а также при желании оставите ваш комментарий чтобы мы нам могли на него ответить кстати полезно подписаться не только на наш канал но и на наш телеграм-канал в нем вы сможете быстрее находить актуальные новости связанные с компанией red fox а также полезные и эксклюзивные промо-коды которые иногда там появляются для покупок какой-либо нужной вам экипировки сделали давайте начинать мы уже рассказывали про выбор трекинговой обуви в которой говорили что есть модели которые не очень подходят для трекинга они альпинистские и может сложиться ситуация что вы задумались о покупке альпинистских ботинок причем это могут быть как ваши первые альпинистские ботинки если вы только-только начинаете заниматься этим видом спорта и ходить в горы а может быть это очередные ваши альпинистские ботинки или в принципе конкретно нужная вам модель если вы уже походили на занятия понабрались опыта в работе с веревкой с различным страховочным снаряжением и осознанно идете на какой-то маршрут так или иначе для удобства мы разделим альпинистские ботинки на три условные группы первое это классические модели или как мы их можем еще назвать модели для скального для летнего альпинизма вторые вторая группа это модели связанные с техническими снежно-ледовыми восхождениями и третья группа это модели необходимые для восхождение в условиях высокогорье или зимних экспедиций прежде чем будем разбирать эти группы напомню что главное что выделяет в принципе альпинистской обувь от трекинга вы это то что альпинистские ботинки очень жесткие они не гнутся практически в носке и имеют очень высокую жесткость на скручивание это необходимо для того чтобы облегчить движение именно по сложному маршруту по сложному рельефу когда вы куда-то лезете когда вы идете пешком вы ставите ногу на всю стопу все хорошо все надежные под контролем как только вы начинаете лезть куда-то в гору вы начинаете ставили спускаться с горы вы ставите ногу только на часть стопы на носочек или на пятку и в этом случае ботинок и вся ваша нога хочет куда-то съехать жесткая позволяет удерживать ногу в нужном вам положении меньше затрачивая усилий всей группы мышц и ноги и вы меньше устаете второй момент альпинистские ботинки будут мембранные если в трекинговой обуви есть модели как с мембраной так и без нее то в альпинистской обуви модели мембранные потому что если вы находитесь в горах практически всегда у вас будет на маршрутах какие-то снежные участки ледовые участки если это лето они будут таять и вокруг будет так или иначе попадать вода если это лето и не очень высокие горы наверняка может быть дождь дождь в горах это абсолютно стопроцентное постоянное явление и поэтому опять же ботинки подвергаются воздействию влаги короче альпинистская обувь должна быть надежно защищена от проникания внутрь воды чтобы вы не получили мозолей и натерли ноги в общем могли свой маршрут пройти до конца безопасно итак пойдем с конца с третьей группы с высокогорных ботинок если вы новичок и это ваши первые альпинистские ботинки скорее всего вам не нужно их покупать ну смотрите это обувь создана для условий высокогоря или зимних экспедиций тому кто только начинает ходить в горы я бы крайне не рекомендовал лезть на эверест или подобные восьмитысячники или идти в зимнюю экспедицию и зимнее восхождение на эльбрус и подобные вершины 4 5 6 тысяч это сложно технически это сложно физически к этому нужно готовиться поэтому вряд ли должны быть первые ботинки их отличает от других моделей конструкция во первых они все достаточно высокие потому что в конструкции есть внешний слой это такая вот высокая снежная снежная гетра гамаша конструкция у них может называться двухслойный может называться трехслойный в интернете можно встретить и такое название секоя почему потому что у них под гетрой от гамашей находится внутренний ботинок который сам по себе двойной у него есть съемный сапожок который вынимается и внешняя скорлупа таким образом в ботинке есть две части но три слоя поэтому и так и так можно называть никаких проблем нет модели для высокогорье зимних экспедиций всегда очень теплые внутренние ботинки съемные сапожки будут теплые со специальным утеплителем к примеру в модели кайланд это прямо лофт всегда будут различные фольгированные слои на внутреннем ботинке на сапожке скорлупе которые дополнительно отражают тепло от вашей ноги оставляют его внутри ботинка кроме этого эти модели достаточно широкие для того чтобы ногу не пережимать и опять же она не замерзал от того что она сильно пережата они естественно имеют защиту от снега благодаря вот этой своей высоте и точки крепления кошек автоматических кошек с двух сторон то есть передний рант и задний рант потому что на снегу в снежных восхождениях вы всегда будете идти по каким-то ледовым участкам ледопадом где-то еще окошки надевать на такие ботинки да еще и условиях сильных морозов проще всего автоматически почему они не очень нужны как первые ботинки как я сказал они теплые теплый внутренник теплый внешний сапожок когда вы пойдете в такой обуви в условиях летнего горовосхождения при температурах выше нуля ваши ноги в них просто сопреют у вас будет такая внутри высокая температура которая никуда не вентилируется и не испаряется что нога начнет очень быстро потеть это первое второе они все-таки широкие и на каких-то менее удобных участках скажем так контроль особенно у новичка у которого нет опыта будет гораздо меньше в третьих они жесткие то есть не гнущиеся и просто ходить до какого-то участка маршрута где вы хотите лезть вам будет тоже в них неудобно ну и главный момент это цена их стоимость несколько выше чем стандартные затраты на обычный горный поход поэтому нужны ли они для первого похода скорее всего нет для тех же кто выбирает эти ботинки уже осознанно стоит обратить внимание на мелочи а именно как вы будете их обувать это не будет происходить когда вы сидите в удобном кресле на удобной банкетке в теплом помещении скорее всего вы будете это делать в высотной палатке в условиях холода мороза в общем некомфортных условиях поэтому одеваться обуваться они должны быстро удобно и просто следующие моменты могут быть важны во первых вот такие вот петли причем практически на всех высокогорных ботинках эти петли есть на внешней скорлупе чтобы можно было удобно ногу туда впихнуть но не всегда не встречаются на внутреннике с моей точки зрения на вдруг на внутреннике это тоже очень полезная опция потому что если он уже вставлен скорлупу и вы туда запихиваете ногу но у вас нету отдельной петельки которая удерживает внутренник вы можете своей ногой его сминать внутрь ботинка что будет не всегда удобно и быстро потом исправляться момент шнуровки на части модели внутренник шнуровку имеет на других моделях разных брендов этой шнуровки нет зависит от вас нужна она вам или нет шнуровка позволяет надежнее зафиксировать много во внутреннем ботинке с другой стороны чем меньше шнуровки то есть меньше каких-то выступов тем более комфортно ноге внутри 3 еще один момент который хочется отметить например в модели кайланд это на скорлупе внешнего ботинка дополнительная фиксация глина стоп она есть как спереди но вот такой липучки так что отличает эти ботинки еще и сзади во первых это позволяет открыть заднюю часть максимально широко для того чтобы туда ногу запихнуть быстро и удобно а во вторых позволяет очень плотно и четко зафиксировать вашу ногу сзади ваш голеностоп тем самым уменьшив какое-то движение пятки внутри ботинка чтобы у вас опять же улучшить надежность постановки на сложном маршруте еще один немаловажный момент это молния на которую вы закрываете верхнюю гамашу встречаются молнии которые закрываются прямо например вот так а встречаются молнии которые закрываются на бок например вот так с моей точки зрения вот это удобнее но опять же каждому свою если у вас есть возможность прийти и попробовать оба варианта или взять у кого-то и попробовать оба варианта сложных условиях когда вы сидите согнутые где-нибудь попробуйте и поймите как вам удобнее если нет ну вот лично мне удобнее вот такой вариант состегиванием слегка в бок обращайте внимание на эти мелочи потому что они будут очень важны когда вы будете сложных и некомфортных условиях в этих ботинках перейдем ко второй группе модели которые подходят для технических снежно-ледовых маршрутов в альпинизме здесь их есть два типа 1 это опять же модели с двухслойной конструкции когда есть съемный внутренник и внешняя скорлупа такие варианты очень хороши если у вас не очень сложные технические маршруты если вы новичок потому что в двухслойном ботинке вашей ноге комфортнее лучше соблюдается и сохраняется температурный режим снежно-ледовое восхождение все равно подразумевают высоту 45000 минусовые температуры и так далее то есть нога меньше замерзает во вторых такой ботинок комфортнее на длительном сроке использования на длительном маршруте когда вы находитесь несколько дней на горе и ночуете собственно в палатке когда у нас нет возможности полноценно сушить ботинки в этом случае вы внутренник вынимаете и кладете его на ночь в спальник к себе таким образом у вас когда вокруг минус внутренний ботинок внутри спальника не перемерзает даже если он был влажный немножечко вентилируется и подсыхает и с утра вы получаете комфортный ботинок для дальнейшего следования по маршруту это конечно очень важно очень удобно двухслойных ботинках можно встретить как пластиковые модели это то с чего начинались двуслойные ботинки в альпинизме не было еще полноценных моделей с мягкими вкладышами и тканевыми элементами верхней скорлупы а вот пластики были пластики до сих пор есть прокатах и это такой надежный максимально износостойкий ботинок их срок службы действительно зачастую гораздо выше чем у тканевых моделей но опять же эти ботинки очень жесткие то есть ходить в них будет не так удобно это хорошие модели для четырех пяти тысяч для летних пятитысячников для бруса в том числе удобные надежные опять же можно закрепить автоматические кошки без всяких проблем часто встречаются в тканевых моделях дополнительная защита от снега сверху она не такая высокая не по колено но тем не менее и в таких моделях можно еще отличие заметить от высокогорных в том что внутренники немножко отличаются иногда они одинаковые а иногда они отличаются а именно они становятся опять же тоньше не такие теплые ровно для того чтобы ногу лучше фиксировать но не перегревать поэтому кстати в таких ботинках не рекомендуется ходить зимние экспедиции да и никто в них собственно не ходит второй вариант это нет двухслойные однослойные ботинки однослойные ботинки уже выглядят как классический альпинистская как классическая альпинистская модель здесь нет никакого съемного внутренника но тем не менее сохраняется во-первых максимальная жесткость модели во вторых сохраняются точки крепления автоматических кошек то есть передний ранд и такие модели все равно остаются утепленными даже при отсутствии полноценного внутреннего ботинка своим утеплителем здесь конструкция и подкладка имеет отдельный слой который сохраняет тепло очень часто можно встретить комплекс мембраны с утеплителем технология гортекс insulated комфорт практически во всех брендах существует которые используют мембрану гортекс и именно в категории моделей для снежно-ледовых технических маршрутов отличные надежные модели малое количество швов резиновая окантовка союзка по опять же всей площади по всей окружности ботинка которая предохраняет от разрушения когда ботинок обо что-то трется возможно осыпи или подобные какие-то места они достаточно высокий то есть надежно фиксирует всегда голеностоп ваш для того чтобы можно было без проблем следовать по сложным маршрутам почему они не всегда нужны как первый альпинистский ботинок во первых они более узкие сложный технический маршрут означает особенно снежно-ледовый что вы большую часть времени проводите во-первых в кошках во вторых на не самом простом рельефе то есть ногу надо очень жестко фиксировать для того чтобы это сделать ботинок делается уже соответственно сложный маршрут пролезть можно нога никуда не уйдет но нога зажата поэтому если вы в нем ходите температура стала пониже еще что-то такой ботинок будет холоднее нога будет быстрее мерзнуть если вы не активно работаете на маршруте если вы крутой альпинист да все нормально вы быстро идете по маршруту хорошо греете себя свои ноги все у вас по в порядке но если это неторопливое восхождение первоначального уровня то скорее всего будет холодновато да в этих моделях чтобы быть не очень холодными по сравнению с двухслойными есть тот самый утеплитель но все равно за счет того что они узкие быть нога быстрее остывает второй момент они жесткие по-прежнему то есть они не гнутся никак а такая жесткость она излишне для простых начальных альпинистских маршрутов а с точки зрения передвижения по более ровному рельефу обычного хождения в них опять же жестковато и не так удобно ну и наконец переходим к первой группе классическим альпинистским ботинком или ботинком для скальных восхождений это та группа в которой легко выбрать свои первые альпинистские ботинки это та группа в которой есть наиболее универсальные модели в которых можно в принципе пройти очень много маршрутов в отличие от однослойных ботинок для снежно-ледовых восхождений у них нет полноценного утеплителя здесь будет всегда мембрана но подкладка абсолютно обычная без каких-либо утепляющих слоев в отличие от моделей для снежно-ледовых восхождений у них в передней части нету зоны крепления вот этой пластиковой тп уставки для крепления кошек автоматов то есть задней зоне рант есть который позволяет лягушку кошки защелкивать в передней зоне его нет с другой стороны это обеспечивает меньший выступ перед носком благодаря чему вы можете более комфортно и надежно поставить ногу на небольшие скальные какие-то выступы и полочки которые встречаются на протяжении горного маршрут кроме того что отсутствует выступ для крепления кошек спереди на самой по себе подошве на протекторе передняя зона она более плоская вот такая вот и она очень хорошо работает на трении здесь уже применяется тот эффект который есть скальных туфлях то есть вы можете не только поставить надежно ногу на небольшую полочку но и в принципе на носочки пройти какой-то участок скальный скальный участок маршрута просто ставя ногу на трение не боясь того что она соскальзнет у вас ботинки при этом остаются достаточно жесткими то есть и скручивание и сгиб остаются жесткими что отличает их по-прежнему от трекинговой обуви но они опять же будут более широкими чем модели для технического альпинизма благодаря тому что они более широкие они меньше пережимают ногу и в них комфортнее соответственно нога будет меньше мерзнуть если какие-то низкие температуры и у них чуть более комфортно передвигаться по более горизонтальным участкам маршрута идти идти по леднику знаю подходить к скальному участку на вашем маршруте и так далее мембрана остается в обязательном порядке как мы уже говорили это все-таки модели для альпинизма и погодные условия на протяжении одного дня могут очень быстро меняться нужно сохранять ноги в сухости и комфорте что еще важно хорошим тоном остается наличие той самой резиновой полиуретановой окантовки а союзки по всей площади ботинка благодаря этому такие модели даже в летних условиях использования когда на альпинизм маршруте не просто хорошая тропа а какая-то пересеченка вас вам могут встретиться осыпи марены в общем все то что и стирает ботинок снаружи такая окантовка сохраняет его как можно дольше живым надежным и рабочим когда вы выбираете такой универсальный альпинизмский ботинок обращайте внимание на высоту большинство из них имеют два крючка например как в зоне фиксации голеностопа на шнуровке но встречаются модели в которых такой крючок один они более низкий да и в принципе высота голеностопа у разных моделей разные чем выше голеностоп тем вам будет надежнее нога будет четко зафиксирована и не будет гулять когда вы куда-то лезете по каким-то там камням с другой стороны чем ниже этот будет голеностоп зафиксации тем будет легче ходить по более ровным маршрутам или если у вас ноги закачаны тоже вполне себе работает в любом случае выбирая ботинок для альпинизма помните самые простые начальные альпинистские маршруты конечно можно пройти в трекинговой обуви но альпинистский ботинок позволит любой маршрут пройти более надежно безопасно и по факту получить от него гораздо больше хороших впечатлений и наслаждений выбирайте правильную обувь приходите к нам в магазины где мы поможем вам с подбором экипировки или ищите их онлайн по ссылке в описании пока